Приветствую вас. Вопрос ваш немножко скомканный получился, потому что в одну кучу вы смещали и вопрос своей жизни и смерти, и вопрос отношений с человеком, вот, и вопрос того, что вы плакали бы, если бы это был другой, то есть это мне видится каким-то таким хаосом, небольшим хаосом, небольшой такой неразберихой в ваших мыслях. Начнем, для начала. С чего вообще появилась идея умереть? С чего вообще появилась идея себя убить? Кто, грубо говоря, дал вам право лечать себя жизнью и почему вы решили, что у вас это право есть? Почему вы решили, что вы можете себя убить? Почему вы решили, что вы вообще право распоряжаться своей жизнью? Таким образом, если не вы, отвечали за то, чтобы родиться, то есть не вы решили родиться вам и соответственно не вы решили умирать вам или нет. То есть это вот первый аспект. Второй аспект, это то, что смерть люди, как правило, они говорят, что все, они говорят, что обязательно, но как правило, смерть люди бегут от чего-то. То есть вы хотите убежать в смерть от чего-то, чтобы вы чего-то боитесь. Вот. И вы хотите убежать, убежать именно туда. Вы хотите убежать, убежать именно в смерть от того, чего вы боитесь. Вот. Но является ли это выходом, а самое главное, насколько это не эгоистично, допустим, по отношению к вашему молодому человеку, по отношению к вашим родителям, но это слабый вопрос, на который нужно ответить, на мой взгляд, на который нужно ответить. Вот. Слабый вопрос жизни и смерти здесь, на мой взгляд, требует самого пристального рассмотрения. Вот. Потому что вы решаете такие вопросы, на мой взгляд, вы решаете такие вопросы, которые лежат, ну, вообще не в вашей компетенции, и вы не в силах эти вопросы решать. Вот. Это первое, это вот такой момент, который я хотел бы выделить. Вот. Дальше, значит, вы говорите о том, что, значит, ну, что молодого человека, вот, вы думаете, что будет с молодым человеком, как он будет и так далее. Вот. Я, если честно, опять же, хотел бы здесь спросить у вас. То есть, вы к нему, вообще-то говоря, как относитесь, что готовы его оставить, что вы готовы его бросить, что вы готовы и так далее. То есть, любовь для этого. Вот. Далее, вы пишете о том, что стоит ли усложнять ему жизнь с собой. Почему вы решили? Опять же, вопрос. Кто вам дал такое вот, значит, право решать, что вы кому-то усложняете жизнь? То есть, почему вы считаете, что вы усложняете человеку жизнь? Если он, допустим, с вами, значит, вы ему жизнь не усложняете. Вот. Если он с вами, значит, вы ему даете только плюс. Вот. Вы ему даете только позитив. И откуда у вас взялась такая идея, что вы ему усложняете жизнь? Большой вопрос. Может быть, вы тяготитесь сами с собой? Может быть, вы тяготитесь сами с собой? Это может быть, что вы тяготитесь сами с собой. Но в таком случае нужно определить, почему вы с собой тяготитесь. Что вас конкретно тяготит в себе? Почему вы, например, обесцениваете себя, говоря, что вот я, значит, сам, ну, усложняю, например, ему жизнь. Да, вот, усложняю жизнь своему молодому человеку. То есть, если вы говорите так, значит, ну, скорее всего, вы сами чувствуете, что тяготитесь. Вот. Вопросы весь в том, чем вы, чем вы тяготитесь. То есть, по-моему, вот, по-моему, 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 на мой взгляд, вы взваливаете на себя слишком много. Решая вопрос о своей жизни и смерти. Дальше вы пишете о том, что я бы, значит, охраняла бы его сверху, но плакала бы, если бы он был другой. Данный аспект демонстрирует нам вашу эгоистичность. То есть, мало того, что вы человека, по сути, хотите бросить. Так, вы допускаете, что вы его бросите. Вот. Вы будете плакать, что он нашел в себе счастье. Вы будете плакать, что человек нашел в себе счастье. Ну, у меня, опять же, к вам возникает вопрос. Насколько это адекватная позиция ваша? И ориентированы ли вы, опять же, в этом смысле, именно на... своего молодого человека. Ориентированы ли вы на своего мужчину. Действительно, точнее, ли вы ориентированы на него. Дальше идем. Дальше идем. Значит, сама идея, сама идея о том, что вы можете охранять его сверху, тоже вызывает вопрос. Откуда вы знаете, что есть что-то сверху? А что если сверху ничего нет, и вы не сможете не только охранять его, но... вообще не сможете его никак видеть, чувствовать, знать и так далее. Что в этом случае? Вопрос. Как в этом случае будет обстоять дела? Котовы ли вы к такому раскладу или... в общем-то, в общем-то, вам, опять же, по большому счету, все равно. То есть, это все, на мой взгляд, вам нужно исследовать. Это все, на мой взгляд, вам нужно изучить. На эти вопросы, да, они не очень, не очень приятные, они не очень простые, но вам нужно ответить на эти вопросы, потому что речь идет не только о вашей жизни, но и о жизни вашего человека, о жизни вашего любимого человека, который вас сейчас, судя по тому, что вы пишете, вы хотите бросить, опять же. Вот. Я вас не обвиняю, вы не подумайте чего плохого, просто я хочу, чтобы вы для себя в этом разобрались, чтобы вы ответили себе на вопрос, так как же все-таки? Как же все-таки я хочу? Как же все-таки мне нужно? Вот. В чем же мой вопрос? Откуда я знаю, что будет все так? И не смотрю ли я немножко не туда, то есть, не буду ли я, в общем, причину и следствие. То есть, вам стоит разобраться с тем, почему вы хотите себя убить. Вот. То есть, на мой взгляд, вам нужно найти самостоятельно для себя смысл найти в жизни. Вот. И уже после этого устраивать отношения с мужчинами. Вот. А то, что вы говорите сейчас, это выглядит несколько странно. Вот. Я бы сказал, я бы сказал. Вот. К сожалению. К сожалению. Вот, в принципе, такая история. Ну, это выглядит мне быть, в первую очередь, вам честной, с собой. Ну, с собой. Вот. И... И... Только, когда... Вы будете... С... 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 сможете уже взаимодействовать более продуктивнее и с собой, и с окружающими вас людьми. Только вот ложную-ложную надежду, из-за типа того, любимым давать на что. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!